У остановки Заводская в половине пятого утра на совершенно пустой дороге столкнулись три автомобиля, вследствие чего возникла заминка с первыми трамваями, вышедшими на линию. На рельсах оказался Ниссан Куб таксиста, ставшего заложником чужой ошибки. Мужчина ехал из южного микрорайона, собираясь свернуть с улицы Суворова на Краснореченскую. Едва он собрался приступить к маневру, как перед ним, прямо на середине перекрестка, сшиблись Карина и Виц. Одна из этих машин отлетела на автомобиль такси, разбив ему переднюю часть. Кто из водителей нарушил правила, приехали разбираться полицейские. Владелец Карины, шофер с шестилетним стажем, двигался по Краснореченской улице со стороны химфармзавода и пересекал Суворова поперек. Его оппонент, сидевший за рулем ВИЦа, ехал навстречу со стороны центральной части Хабаровска. Этому шоферу 1994 года рождения нужно было попасть в южный микрорайон. Столкновение произошло в тот момент, когда он начал выполнять поворот налево. Если в разговоре с другими участниками ДТП водитель ВИЦа признавал, что начал маневр до того, как загорится разрешающая эта секция светофора, то с приездом сотрудников ДПС он несколько подредактировал свою версию. В письменном объяснении автолюбитель с трехлетним опытом заявил, что не помнит, горел ли зеленый фонарь со стрелкой или нет. А от этого зависело многое. При его включении встречный поток останавливается красным сигналом, и тогда виновником аварии мог оказаться шофер Карины. Он же уверял, что ехал на зеленый свет. Взвесив аргументы шоферов, полицейские склонились к мысли, что правило нарушил хитроватый шофер ВИЦа, приступив к маневру раньше времени. Виновник ДТП отвозил девушку на машине своего отца. Со страховкой у него все оказалось в порядке. Владелец Карины – экспедитор, едва купивший на свою машину новую резину. В сводку это ДТП вошло как неповлекшее травм. С места происшествия Анастасия Кузьмина и Павел Рогатин.